По мнению большинства исследователей, введение или, иначе говоря, вход во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии является позднейшим из всех двунадесятых праздников, установленных Церковью, одновременно с этим попадая на конец обычного календарного года. Дата установления ориентировочно восьмой век. Одно время он являлся частью другого события – Рождества Пресвятой Богородицы, хотя почитание как самостоятельного праздника имелось в некоторых поместных церквах, например, в Иерусалимской, еще в первых иках. В десятом и одиннадцатом столетии введение во храм Пресвятой Богородицы окончательно приобретает все черты полноценного праздника – торжественное богослужение, предпразднство и попразднство. По преданию святой Ане перед зачатием явился ангел, который возвестил ей благую весть о предстоящем рождении долгожданного ребенка. Родители дали обещание, что посвятят дитя Богу. Родилась девочка, которую назвали Мария. И вот по достижении трехлетнего возраста Иаким Иоанна приводит ее в храм Господень, в котором их встречает первый священник Захария, будущий отец Иоанна Крестителя, и множество священников. Когда она была поставлена пред храмом Господа, она поднялась бегом на пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивлением при виде этого, и священники храма были в изумлении. По преданию Захария, по внушению свыше, вел Деву Марию святая святых, куда из всех людей только раз в году мог входить пересвященник с очистительной жертвенной кровью. Преснодева осталась жить при Русалимском храме по различным сведениям до 12-14 лет, пока не была обручена старцу, вдовцу Иосифу. Ее жизнь в это время напоминала монашескую, строгое расписание молитв, рукоделие, чтение книг. В некоторых источниках указывается, что будущая Пресвятая Богородица также пребывала в общении с ангелами, которые приносили ей пищу. Безусловно, многое из данного отрезка жизни Девы Марии было взято из-за покрифов. Но, несмотря на это, предание об этих событиях идет с глубокой древности. К тому же анализом достоверности занимались многие авторитетные святые отцы, например, Григорий Низкий. Отдельное слово на ведение во храм Пресвятой Богородицы имеется у святителя Григория Паламы. Итак, почему же церковь решила выделить данное событие как отдельный праздник? На это имеется несколько причин. Ведение во храм Пресвятой Богородицы символично отражает тайну Боговоплощения. Подобно тому, как только исключительная святость Девы Марии позволила войти в святая святых Иерусалимского храма, ее собственное тело стало храмом для Логоса, второй ипостаси Святой Троицы. Аскетическая жизнь Богородицы до ее обручения показывает нам, что святость не есть что-то статичное. Душа освящается непрерывно, а для того, чтобы Святой Дух почивал на человеке, нужен каждодневный подвиг. Дева Мария, как и прочие люди, унаследовала первородные повреждения. Следовательно, несмотря на исключительную святость, сама Богородица не была полностью свободна от греха. Однако Божья Матерь по своим совершенствам стоит выше всех, не только людей, но и святых ангелов, причем самых высших – Херувимов и Серафимов, которые находятся ближе всех к Богу. Помимо символического и духовно-нравственного значения, мы здесь еще находим такое явление, как жертвенность. Святые Аким и Анна отдают свою единственную и любимую дочь на служение Господу. Сама Дева Мария добровольно вступает на этот путь, преодолевая каждую ступень Иерусалимского храма и вступая в новую, полную ограничений аскетическую жизнь. Все в этом событии, даже тот же пересвященник Захария, будущий отец Иоанна Крестителя, понимает важность происходящего. Но вступает момент, которого человечество ждало долгие поколения. От прародителя Адама и Евы и до тех, кто прямо сейчас живет в Римской империи I века. Именно здесь и сейчас решается судьба всего человечества. Мир замер в ожидании пришествия Спасителя. Но чтобы он пришел, маленькая девочка Мария должна самостоятельно пересечь все 15 ступенек Иерусалимского храма. Каждый маленький шаг – это долгие века, сменявших друг друга поколения людей, ждущих избавления от рабства греха и смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok